приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня в этом видео мы с вами поделимся актуальной информацией на 4 октября 2021 года поговорим о том что этот за такой день кондрата и игната что сегодня категорически нельзя делать в этот день обязательно уделим внимание 4 октября и поговорим о том что это за славянский праздник день сварога небесного кузнеца обязательно проведем практики на привлечение богатства благополучия и изобилия вашу жизнь также уделяем внимание 4 октября лунному календарю поговорим о том на что обратить внимание что нужно обязательно сегодня сделать по лунному календарю и обязательно поговорим о практике на очищение вашего дома перед новолунием и это мы будем делать с помощью свечи поэтому обязательно досмотрите это видео до конца много будет полезной важной и нужной информации для каждого человека 4 октября по народному календарю отмечают день кондрата и игната или по-другому называют игнат и кондрат дворы или замолотки а вот сыгра согласно церковному календарю в этот день верующие вспоминают кондрата апостола афинского и священно мученика ипатия ефесского в народе по традиции календаря народного 4 октября отмечают замолотки поскольку сегодня крестьяне готовились к молодьбе лениться на кондрата и игната было запрещено по народным приметам день проведенный в труде сулил благополучие и скорое богатство поэтому наши предки и проводили замолотки в трудах и заботах читая определенные ритуалы заговоры исполняя обряды на хороший урожай в следующем году вечером 4 октября начинали топить авины это строение состоящие из двух этажей в которых молотили зерна пол верхнего этажа авина была решетчатым на которой клали снопы внизу рыли яму где разжигали костер жар которого проходил через решетку и сушил зерно у авина собирались молотильщики чтобы попеть песни и поговорить по делам а ровно в полночь приступить к работе из первого выбитого снопа в народе ему на дали название именинной готовили для молотильщиков кашу сдобренную маслом а также приносили им блины пироги и брашку согласно народному поверью на нижнем этаже авина жил дух а винник появляющийся в виде черного кота или мужчины со всколоченными черными паттлами винника нужно было задобрить поэтому ему обязательно оставляли ложку овсяной каши и компот а также несколько монеток говорили в народе что 4 октября можно мужа к себе навсегда прилепить для этого брали смолотое в этот день зерно и готовили из него кашу залитую медом часть ее съедала жена а часть муж на кондрате и игната было принято лечить кормящих матерей от мастита для этого брали яичную скорлупу пробитую вылупившимся цыпленком и опускали в кипящую святую воду мешали ее двумя ложками деревянной и серебряной после этого отвар давали выпить женщине скорлупу закапывали в борозде в чистом поле по поверьям наших предков 4 октября в день игната и кондрата ни в коем случае нельзя было спорить конфликтовать и ругаться на работе народные приметы предупреждают что за неуважение к начальству у работника карьера пойдет под откос а руководитель обе же обижающий подчиненных столкнется с большими финансовыми проблемами из которых не сможет найти выход в течение всего года поэтому 4 октября обязательно следите за своими эмоциями и сдерживайтесь от замечаний как в адрес руководства так и наоборот даже если внутри у вас все кипит от возмущения запрещается в день игната и кондрата бездельничать иначе пропадет все ранее заработанное а человек нарушивший такой запрет столкнется с нищетой и финансовыми проблемами кроме того есть риск попасть под сокращение или даже лишиться премии нельзя и 4 октября скандалить так как агрессивное поведение может привести к серьезным финансовым трудностям дружелюбие напротив подарит шанс разбогатеть притом без больших усилий деньги придут легко и быстро но и потратить их нужно также с легкостью на то о чем ваша душа мечтает если же их отложить на черный день то он вскоре и настанет девушкам и женщинам 4 октября нельзя есть до заката иначе вместе с едой будут съедены и молодость и красота однако терпеть голод тоже не стоит а чтобы его утолить можно пить травяные отвары и чай с медом или вареньем приметы не советуют девушкам день игната и кондрата выходить после обеда на улицу и тем более в лес иначе можно домой никогда не вернуться кстати мамам с детьми также не стоит 4 октября гулять по густо засаженной деревьями территории по народной примете нечисть может подшутить и спрятать малыша тем самым напугав и мать и ребенка нельзя в день игната и кондрата надевать чужую обувь а также примерять ее в обувных магазинах поскольку сегодня через ноги можно заполучить неприятности болезни и беды те кто надевал эту обувь раньше 4 октября старину наши предки славяне праздновали день сварога небесного кузнеца сварок считается источником огня он одарил людей с солнцем и огнем плугом и ярмом чтобы они могли комфортно жить на земле и заботиться о своей пище когда начинается зима а светлые боги уже не так влияют на землю и она остается у велеса на попечении людям сложно выжить но они могут только потому что сварок подарил им искусство ремесла и топор поэтому сегодня почитают ремесленников и кузнецов а также первых зарезанных кур отдают жертву сварогу главным обрядом ко дню сварога считается обряд на благополучие и очищение дома считается что сначала нужно провести обязательно генеральную уборку а затем принять ванну после того как вы очистили от нечистоты дом и тело вы можете приступить к самому обряду поставьте нечетное количество свеч вам понадобится минимум 7 штук во всех углах дома зажгите их соблюдая технику безопасности после этого с форми сформируйте круг вокруг зажженных свечей из полыни можно использовать как порошок так и целые ветви и последняя составляющая обряда это монеты сформируйте из них круг и станьте в его в центр далее следует произнести следующие слова небесная огонь и моем доме побывал до меня повидал во все углы заглянул всю нечисть пугнул беду он прогнал от порога оторвал по ступенькам вниз до вниз уходи не воротись быть мне с этого дня в благе и довольствие да будет так в конце ритуала свечи можно задуть а монеты положить в свой кошелек также 4 октября вы можете провести и обряд на богатство для этого возьмите пятирублевую монетку положить ее в левую руку а после скажите такие слова прошу не на гулянку прошу не на пьянку на хлебушек насущный на денек грядущий чтобы не быть бедняка чтобы не быть в босяках аминь после этого нужно трижды осенить себя крестным знамением и кланяться на все четыре стороны после этого денежку нужно дуть на нее и клали в левый карман хлопая по нему правой ладонью и говоря следующие слова кондрат и игнат буду с вашей помощью богат аминь опять трижды крестились и кланялись и эту монету носили в течение семи дней в кармане а после перекладывали в кошелек но не тратили ее также сегодня обязательно прочитайте молитву дмитрию ростовскому об исцелении друзья мы не будем ее озвучивать под ссылка извините будут мы слова молитвы в описании к этому видео поэтому обязательно перейдите и прочитайте эту молитву далее друзья у нас с вами лунный календарь на 4 октября 2021 года сегодня у нас с вами 4 октября 27 и 28 лунные сутки убывающая луна в деве сегодня достаточно благоприятный день сегодня день солнца в который возможно духовное прозрение знаете идет своеобразная алхимия души сегодняшний день 4 октября наполнен спокойствием гармонией и сильным потоком энергии поэтому все начинания завершаться успехом рекомендуется избегать сегодня общение с людьми от которых веет негативом сегодня стоит проанализировать все свои поступки все свои достижения и спланировать будущее необходимо постараться в этот день найти свой путь живя в согласии с окружающим миром также сегодня период постижения высших истин обретение духовного сознания а также созерцания главное в этот день 4 октября удержаться на волне приподнятого настроения и постараться чтобы мысли и поступки были полными также обращаем ваше внимание что у нас убывающая луна последняя четверть перед новолунием поэтому у многих людей энергии будут достаточно мало будет люди которые будут находиться в злости в ненависти у них не будет подпитки поэтому они будут пытаться вызвать вас на конфликт для того чтобы подпитаться энергией поэтому накопленной вот той энергии которая осталась у нас период растущей луны немного и расходовать ее не нужно бездарно на какие-то мелкие бытовые проблемы сегодня очень хорошо приобретать или продавать землю заниматься недвижимостью заниматься серьезной перестройкой дома или начинать какой-то крупный ремонт также сегодня хорошо сажать полезные растения и сеять добрые мысли но нельзя пилить и рубить деревья рвать и даже дарить цветы очень важно именно сегодня 4 октября беречь свое зрение лучше поменьше читайте и не смотрите на яркий свет сегодня обращаю ваше внимание что наиболее уязвыми глаза поэтому ограничьте время сидения за компьютером и просмотра телевизором сегодня все заболевания связаны с луной поэтому при недостатке энергии возможно появление гипертонии или мигрени и обращаем на это ваше внимание луна находится у нас знаки зодиака дева а значит человек становится гораздо практичнее рациональнее и старается разумно отнестись к своим поступкам и финансах в людях может проявляться педантичность внимательность и чувство ответственности и друзья сегодня обращаем ваше внимание что в этот день 4 октября вы можете провести практики связанные с огнем огонь это огромный катализатор энергии которая идет на реализацию наших желаний и намерений поэтому издревле ритуалы практики со свечами всегда считались весьма эффективными и практически всегда приводили к результату поэтому именно седьмом 7 извините 4 октября для очищения собственной энергетики и энергетики с помещения где вы живете где вы работаете идеально подойдет практика с белой свечой белый цвет это цвет чистоты и невинности и именно это состояние несет в себе белая свеча поэтому провести ритуал очищения белой свечой очень просто обойдите помещение с горячей свечой особое внимание обратите тем местам где вы и ваши домочадцы чаще всего бываете если свеча где-то начинает коптить или сам воск белой свечи начинает оплывать темным значит здесь накопилась отрицательная энергетика при большом количестве отрицательной энергии свеча даже может знаете вот затрещать за искрить не пугайтесь таких местах проведите по побудьте немножко подольше до тех пор пока пламя свечей не станет спокойным и ровным также вы можете очистить и ауру человека проводя свечой вокруг него снизу вверх